Здравствуйте, меня зовут Марина, я нутрицолог-терапевт, и сегодня мы поговорим о менопаузе, о том, какие симптомы женщина испытывает, как диагностировать менопаузу, какие тесты делать и как натурально себя поддержать. Немного терминологии для тех, кто проживает в Англии. Вы можете столкнуться с такими терминами, как pre-menopause. Этот период не связан с менопаузой, период с начала вашей менструации до 40 лет, самые репродуктивные наши года, когда нам легко забеременеть, и наши гормоны более-менее стабильны. Далее наступает perimenopause, период, который может длиться от 5 до 13 лет, вы испытываете неприятные симптомы, и он начинается в районе 40 лет, у кого-то раньше, у кого-то значительно позднее. Официально менопаузой считается, если у вас не было менструации 12 месяцев. Если же у вас 11 месяцев не было менструации, а на 12 месяц у вас начались месячные, официально вы не находитесь в периоде менопаузы. И средний возраст у нас 50 лет. Мой любимый график, который показывает, отражает, что происходит в нашем организме с нашими гормонами, красным показан эстрогет, синим прогестерон, квадратиками наступления менструации. Как вы видите, в период до perimenopause у нас гормоны стабильные, у нас наступает, приходит месячный регулярно, каждый месяц. А затем в период perimenopause, можно сказать, у нас происходит то же самое, что у тинейджеров гормоны начинают прыгать, эстроген может подниматься недостаточно, опускаться сильно, а прогестерон может вообще не подняться, и в этот месяц у нас невозможна беременность, не наступает овуляция. Далее, когда мы приближаемся к менопаузе, у нас должны отрегулироваться и стабилизироваться наши гормоны и пропасть симптомы, как правило. А еще относительно терминов, GP может использовать терминологию не только менопауз, а говорить о постменопаузе. Это все то же самое, одинаковые термины. Существует более 34 симптомов перимена паузы. Мы поговорим о пяти. Это нестабильное настроение. Вы можете испытывать депрессию, вы можете быть раздражены. То есть настроение меняется в течение дня. Ваш сон не приносит должного удовлетворения. Он не глубокий, вы можете часто просыпаться. У вас больше появляется усталость. Естественно, менструация может не наступать каждый месяц. Месячные могут быть или обильные, или наоборот скудные. Приливы и потливость также возможны. В период менопаузы симптомы могут сохраняться. Но период менопаузы обусловлен тем, что у вас увеличиваются риски остеопороза, увеличиваются риски сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что гормоны снижаются. Также замедляется обмен веществ. Больше наше тело способно накапливать жиры. И очень сложно сбросить вес. Также возникает сухость во влагалище. По поводу приливов. Они возникают на фоне того, что у нас снижается эстроген. И отдел мозга, который называется гипоталамус, он становится очень-очень чувствительным к изменениям температур в теле. И он улавливает даже малейшие изменения температуры тела и посылает нам сигнал. Вот этот симптом прилива, чтобы охладить тело. Это как натуральный процесс. И, к сожалению, он не очень приятный для женщины. An ovulation – это отсутствие овуляции. То есть у нас в период перемена паузы бывают месяцы, когда овуляция не происходит, невозможно забеременеть. У нас низкий прогестерон. И, как правило, соотношение эстрогена-прогестерона бывает в пользу эстрогена. Эстроген доминирует. И появляются симптомы. Для чего нужен прогестерон? Как вы уже поняли, он нужен для поддержания менструального цикла, для регулировки гормон, для менструации. Но также он необходим для того, чтобы у нас была хорошая память, мы концентрировались хорошо, а для поддержания наших костей, здорового метаболизма, для сна и для управления стрессом. Эстроген еще называют гормоном роста. То есть в период полового созревания у женщины растет грудь благодаря эстрогену. Это неплохой гормон, хотя избыток эстрогена может повысить риски раковых заболеваний и развития разных нераковых опухолей, потому что это, еще раз повторюсь, гормон роста. Но эстроген важен для того, чтобы ваша кожа оставалась молодой, чтобы волосы были красивые для сердечно-сосудистой системы, так как эстроген поддерживает здоровый уровень холестерина в крови и также для регуляции температуры тела он очень важен. Почему же женщины по-разному переносят период менопаузы? Это обусловлено генетикой. Если у вашей мамы была ранняя менопауза, у нее были плохие симптомы, сильные, то у вас есть риски тоже ранней менопаузы и тяжело переносить менопаузу. Но генетика не всегда самое главное. Влияет также и окружающая среда. Если, скажем, женщина живет в городе, в центре, где загрязненный воздух, больше токсинов, то это может нарушить ее гормональный фронт. Так же, как и питание. Если женщина употребляет много молочных продуктов, много мяса, много курицы, особенно некачественной, которая подвержена гормонам, возможно, кормили гормонами курицу, то это может нарушить ваш гормональный фронт. Так же, если женщина достигает периода перенопаузы с лишним весом, это может спровоцировать все симптомы. Почему? Потому что лишний жир вокруг талии, вокруг органов, он гормонально активен, и он может повышать эстроген. То есть важно следить за тем, чтобы ваш BMI был в норме. Уровень спорта, фитнеса и спорт важен для того, чтобы кожа оставалась молодой, для того, чтобы кости были крепкие. И спорт помогает управлять стрессом и повышает стрессоустойчивость. Техники разные антистрессовые помогают, потому что стресс является одним из главных причин, почему у женщины протекает менопауза тяжело. А как диагностировать перименопаузу и менопаузу? GP, к сожалению, очень редко делает blood test. Он не делает FSH, не проверяет фоликулостимулирующий гормон, LH, гормон, отвечающий за обуляцию, эстродайл у нас, эстроген и прогестерон. Хотя эти показатели очень важны, на фоне их можно и подобрать гормональную терапию, если она нужна, или посмотреть, на какой стадии находится женщина, будь то перименопауза или менопауза. Но GP, к сожалению, основывается лишь на возрасте и на симптомах. Очень важно отметить, что если все же вы решили сделать эти анализы, добились их у GP, важно сдавать прогестерон на 20-й день цикла. Первый день цикла считается началом инструации, и вы отсчитываете 20-й день. На этот день, как правило, происходит повышение прогестерона, и если это не происходит, можно судить, что вы находитесь в перименопаузе, допустим. Но, опять же, бывает просто сбой гормональный, и один, как правило, тест неэффективен. И если вы испытываете симптомы, все-таки такие, как приливы, и у вас нерегулярная менструация, то стоит сдать несколько раз, скажем, каждые три месяца на протяжении года, и посмотреть, что происходит с вашим прогестероном, чтобы получить более точную информацию. Как правило, в период менопаузы GP может делать вам FSH. Если он повыше, а эстродайл и прогестерон пониже, то значит, что у вас менопауза. Нужно ли всем применять гормональную терапию? Ответ, конечно же, нет. Это менопауза не болезнь. Это обычный период в жизни женщины, такой, как, скажем, у подростков, когда гормоны нормализуются, стабилизируются, пляшут. Нужно лишь найти правильные техники, правильные методы, как удержать себя в этот период, и по возможности избежать гормональную терапию, потому что она дает побочные эффекты, включая раковые опухоли. Но иногда, конечно, существуют случаи, когда гормоны показаны. Я расскажу чуть позже, при каких ситуациях стоит употреблять гормональную терапию. Чем может помочь конкурсиональная медицина? Во-первых, стоит поддержать наши надпочечники. Надпочечники производят кортизол, гормон стресса. Наш гормон, который помогает нам преодолевать стресс. И наши надпочечники берут на себя главную, основную роль. Когда яичники больше не могут производить половые гормоны, включаются надпочечники. Я расскажу чуть-чуть попозже вам о наших надпочечниках. Вы можете себе помочь, используя иглоукалывание. Иглоукалывание абсолютно хорошо действует при всех симптомах перименопаузы и менопаузы. И это хорошая заместительная терапия без побочных эффектов. Также это период, когда вы должны позаботиться о себе. Если в 20-30 лет вы были сфокусированы на карьере, на семье, на детях, то сейчас это период, когда вы должны думать о своем здоровье и сделать свою жизнь как можно лучшей, чтобы этот период для вас прошел как можно гладко. Существует много разных пищевых добавок, которые могут помочь. От витаминов группы В для поддержания энергии, до магния, который может нормализовать уровень стресса сна и помочь укрепить ваши кости. существует замечательный агнус кастус, который повышает уровень прогестерона натуральным способом и нормализует гормоны. Также вам стоит обратить свое внимание на микрофлору кишечника, потому что бактерии в кишечнике могут производить гормоны, в частности эстроген, и создавать доминирование эстрогена, могут понижать иммунную систему. Также очень важно делать функциональные тесты, особенно если вы хотите уберечься от рака груди или рака по женской части. Я рекомендую всем женщинам до менопаузы обязательно в период перимена паузы сделать датч-тест. Более подробно я о нем расскажу вам попозже. И ДНА эстроген тест, который тоже очень важен, особенно если у вас есть история заболевания рака груди или личников в семье. Самое главное, что я хочу сказать, что все симптомы и на паузе можно предотвратить, если заранее заняться своим здоровьем, если вы знаете свои слабые места, стоит обратиться к нутрициологу, чтобы для вас был составлен протокол лечения, и он был направлен на ваши слабые стороны. Будь то, скажем, нервная система, и ее нужно поддержать, или это желудочно-кишечный тракт, или иммунная система, или это печень. Все очень индивидуально, и, естественно, не всегда вот эти советы общие помогают и помогут избавить вас от симптомов менопаузы. Лучше всего работать комплексно. Теперь я хотела бы рассказать, как обещала, о наших надпочечниках. надпочечники, как я уже сказала, производят кортизол, и кортизол повышается при стрессовой ситуации, а в случае очень-очень сильного стресса у нас повышается гормон кортизол, а затем по цепочке кровь выбрасывается глюкоза, которая хранилась у нас в организме, для того, чтобы придать вам энергию, и вы сфокусировались на этой проблеме, на своем стрессе и решали эту проблему. Также, когда у нас повышен кортизол, функции пищеварения замедляются, функции репродуктивной системы тоже замедляются. в момент сильного стресса тело создано таким образом, что нам не нужно есть и не нужно размножаться. Если же в жизни женщины стресс преобладает хронически, то происходит ситуация, подобная диабету второго типа, когда клетки человека больным диабетом не реагируют на инсулин. То же самое происходит при хроническом стрессе. Происходит кортизол резистанс, кортизол гормон не работает должным образом, тело не слышит, не отвечает и все это замедляет обмен веществ. У нас может страдать щитовидная железа. Почему? Потому что здесь на графике показан на этой картинке хипоталамус, отдел мозга, которая общается с печучей гланд. Она тоже находится у нас в голове. И наша печучей гланд общается с надпочечниками, щитовидной железой и с нашими яйцеклетками. И мы видим связь половых гормонов, связь гормонов щитовидной железы и того же кортизола и надпочечников все связано в нашем организме. И поэтому если мы испытываем очень-очень сильный стресс, мы замедляем функцию щитовидной железы, мы замедляем функцию по нашей поверис и все идет по цепочке неправильно. Как же поддержать надпочечники? Самое первое основное это баланс уровня сахара в крови. Как я уже сказала, при повышенном кортизоле выбрасывается сахар в кровь для того, чтобы у вас была энергия. Если происходит дисрегуляция уровня сахара в крови, то вы страдаете больше, у вас больше симптомов. Наладить и стабилизировать уровень сахара в крови поможет обычно три приема пищи без перекусов. Но существует опять же ноль, если у вас нарушен желчный отток, то вам нужно есть немножко чаще. Но большинству женщин три приема пищи в день без перекусов помогут нормализовать уровень сахара в крови, опять же употребляя меньше обычных простых углеводов, как картошка, простые макароны и белый хлеб и также меньше сахара. Наблюдайте за тем, как часто вы пьете кофе, потому что кофе повышает кортизол. У вас должна быть рутина, она помогает избежать стресс. То есть если вы знаете, что за чем идет у вас в течение дня, вы испытываете меньше стресс, нежели вы делаете что-то в спешке и спонтанно. Оставляйте больше времени себе для отдыха, найдите какие-то техники управления стрессом, которые вам лично нравятся и они принесут вам больше пользы. Это может быть и медитация и очень хорошие показатели у бокс breathing. Это техники дыхания, которых очень много на YouTube вы можете посмотреть. Также работа с Vagus Nerve отдельный большой топик, вы можете почитать что-то об этом. также можно использовать адаптогены. К сожалению, я не могу вам дать никакие дозы адаптогенов, конкретно каждого, потому что можно навредить. Я не знаю, какие вы употребляете медикаменты на постоянной основе, поэтому, к сожалению, дозы конкретного адаптогена я дать вам не могу, а могу дать только лист, который может вам помочь, будь то ашваганда, радиола или medicinal mushrooms, которые медицинские грибы, они тоже помогают. Существует такой достаточно безобидный комплекс, как я всегда уже, все меня знают, я не сторонник того, чтобы рекомендовать отдельно какую-то одну какую-то добавку всем, почему? Потому что можно очень-очень навредить своему организму, скажем, если вы сфокусируетесь только на витамине В6 и будете принимать его, то вы можете себе навредить, но комплексы, как правило, там маленькие дозы, они безвредны, их можно пробовать, не боясь что-либо сломать в своем теле. Я предлагаю вам попробовать Adreno комплекс, который поддержит ваши надпочечники, там есть витамины группы В, и там также есть небольшие дозы адаптогена. Можно попробовать использовать, если у вас есть симптомы, это может помочь. Если же симптомы очень сильные, то, конечно, лучше прийти на консультацию, чтобы подобрать уже дозы повыше, более терапевтические и нацеленные на вашу проблему. Датч-тест, тест, о котором я упоминала, это развернутый тест, который показывает уровень гормонов, и он также анализирует, как правильно происходит детоксификация, как выводятся гормоны из организма. То есть, мы можем посмотреть на ваш метаболизм, как ваше тело избавляется от гормонов, и мы можем уменьшить риски рака, связанные особенно с высоким эстрогидом. вот как выглядят результаты этого теста. Это одна страничка, только это не весь тест. Я хотела здесь сфокусироваться на эстрогене. Вверху три кружочка показаны эстроген в теле. У нас их три. Они все имеют разное название. Я упрощенно буду говорить и один, и два, и три. Тест достаточно сложный для восприятия, но самое главное, чтобы вы понимали, что если вот здесь существуют такие стрелочки, это норма значения, если одна из стрелочек близится в правую сторону, то есть она почти за пределы выходит, то это значит, что существует эстроген dominance, то есть преобладает эстроген. И мы смотрим, как этот эстроген распадается в теле. Если он идет по зеленой стрелочке в 2 OH, то значит у нас все хорошо. Если же он распадается на 4 OH, это наша красная стрелочка, это значит, что существует риск повреждения ДНК и существует риск раковых заболеваний. На этом тесте, к сожалению, здесь преобладает 4 OH, то есть с этим нужно работать. Также 16 OH, если бы эта стрелочка была где-то здесь, то есть она бы стремилась вправо, это значит тоже, что может происходить ламинирование эстрогена, и это дает толчок к росту клеток и тканей. То есть обычно мы наблюдаем эту стрелочку при эндометриозе. Что происходит дальше? Дальше показано, как эстроген покидает наше тело благодаря COLD, такой энзим, он покидает наше тело, и мы можем посмотреть по этому графику, выводится ли эстроген из тела хорошо или плохо. То есть если это low, то он задерживается в нашем организме и не выводится, если high, то он чрезмерно выводится, то есть должна быть где-то золотая середина. И в данном случае, в данном конкретном случае нужно работать, почему? Потому что происходит повреждение ДНК, эстроген накапливается, и это может привести к раку груди, и нужно работать именно с этими путями детоксификации. Это достаточно сложно для понимания, но я хотела просто вам показать, насколько информативен этот ДАЧ-тест для вашего нутрициолога, который сможет потом сделать для вас хороший протокол лечения. Также тест эстроген ДНК он направлен на то, чтобы посмотреть, как есть ли у вас какие-то изменения на генном уровне, причем этот тест хорош тем, что мы можем влиять на все гены, которые они тестируют. То есть если весь этот наш комб, который утилизирует эстроген, и как вы видите, есть gene impact, то есть какая-то вариация гена, которая влияет на этот комб, это значит, что изначально на генетическом уровне он не работает так, как нужно, то есть вам нужно отдать приоритет и поддержать именно этот комб. И радость в том, что мы можем влиять на эти гены. скажем, этот тест не тестирует брака 1 и брака 2 genes, которые уже конкретно могут сказать, что вы в большой группе риска рака груди, то есть мы, к сожалению, на этот ген не можем влиять, но в нашем теле существуют другие гены, на которые можно влиять при помощи supplements, при помощи питания, и этот тест достаточно информативен. Гормональная терапия существует в двух видах. Это как натуральные гормоны, когда молекулярный химический состав подобен составу наших гормонов в нашем теле, и синтетические гормоны, и врач может назначать как прогестерон, так эстроген, тестостерон, DHEA, разную комбинацию этих гормонов, чтобы снизить симптомы переменопаузы. Всегда отдавайте предпочтение bioidentical, это идентичными нашим гормонам натуральные, у них меньше побочных эффектов, и старайтесь, чтобы форма приема была topical, означает это крема, у них меньше концентрация все же гормонов, и у вас будет меньше побочных эффектов. Хотя существует если у вас допустим нарушен очень сильно большие проблемы со сном, то следует попробовать таблетки. Они будут более таблетки прогестерона помогут восстановить сон. Но не забывайте о побочных эффектах, потому что гормональная терапия может увеличить риски рака. И гормональная терапия показана, если есть риск остеопороза, если у вас менопауза меньше 10 лет и вам меньше 60 лет, тогда это значительно снижает сайд эффекты, все побочные эффекты гормональной терапии. Мы не используем гормональную терапию, если была история рака, если какие-то проблемы с печенью и у вас есть камни в желчном, так как это увеличивает риски, риски 9 также, и риски увеличены, если вам после 60 лет. Если вы все же решили, что вам необходима гормональная терапия, перед тем, как употреблять гормоны, нужно делать датч-тест, чтобы, как я уже объясняла, посмотреть, как покидает ваше тело эстроген и не навредить себе приему допустим эстрогена. эстроген не покидает ваше тело, а накапливается и вы будете добавлять гормон эстроген, то это может закончиться плачевно. Также стоит делать регулярные скрининги и смотреть, наблюдать за своим здоровьем, чтобы все было хорошо и регулярный блат-тест тоже нужен, чтобы смотреть, какие у вас показатели. Также датч-тест может помочь отследить, как хорошо и какие значения у вас гормонов после того, как вы стали принимать гормональную терапию. То есть важно наблюдаться, важно делать тесты. последние истории в области рака, они показывают о том, что, как я уже говорила, что риск рака в груди увеличивается, если вы начали принимать гормональную терапию в более зрелом возрасте, риски рака в груди меньше на 33%, если вы употребляете натуральный прогестерон, а если вы сочетаете комбинированную терапию, скажем, эстроген сочетаете с прогестероном, то это увеличивает риски больше, нежели вы употребляли только один эстроген, и также на фоне чем длительнее терапия, тем больше риски, и больше риски после отмены терапии, если у вас была длительная терапия, то есть вы 10 лет принимали эстроген с прогестероном, то закончив гормональную терапию, повышенные риски рака груди у вас еще будут на протяжении последующих 10 лет. Ну и поговорим о том, как сделать и предотвратить все симптомы, как поддержать себя. если вы столкнулись с тем, что у вас вагинальная сухость, то я рекомендую использовать покосовое масло, оно еще обладает антимикробными свойствами, не только как лубрикант, а также масло миндальное прекрасно решает эту проблему. Чтобы поддержать кости, самое первое вообще без медикаментов это спорт, причем не кардионагрузка, а спорт с использованием веса. Нужно употреблять в пищу больше зеленых листочков, там больше кальция, больше витамина, больше витамина С, больше магния для костей. Я рекомендую от Biocare витамин Д с витамином Р2. Никогда не употребляйте витамин Д3 А чистый, потому что с витамином К2 витамин Д поступает именно в кости, а не скажем в сосуды или ткани. И средняя доза, которую поддерживающая мы рекомендуем это 2000 IU. Все зависит конечно же от теста. Тест можно сделать в домашних условиях, тоже от компании Biocare, просто тест крови с пальца, вы сможете узнать свой уровень, потому что кому-то нужно 5000 IU, кому-то 10 тысяч IU, а кому-то и 2000 IU может быть много, потому что бывают случаи, когда витамин Д производится в теле сам по себе и не нужны никакие сапплементы. Я всегда за тестирование. Если у вас нарушен сон, я рекомендую попробовать эту добавку натуральную, перед сном она может вам помочь. Также можно использовать другие сапплементы и растения. Опять же, не могу дать вам точные дозы, потому что очень индивидуально. Ну и важна рутина. Вы должны выключать мобильные телефоны, телевизоры за час до сна, делать комнату абсолютно темной для выработки мелатонина, чтобы сон улучшился и желательно вставать и ложиться в одно и то же время, даже на выходных. Как побороть приливы? Это поддержание здорового веса, это диета, то есть spicy foods нужно исключить ничего, острое не употреблять, бросить курить, алкоголь и кофеин также способствуют учащению чистоты прилива. Хорошо помогает сбалансировать приливы пайтоэстрогенс, это натуральный эстроген, полученный из растений, и это наши флакси, семена и гранат, семена граната. Естественно, это борьба со стрессом, чем спокойнее вы будете, тем меньше будет у вас прилива. Нужно заниматься спортом, это помогает нашему метаболизму и опять же помогает нашему гипоталамусу оставаться не таким чувствительным. И существуют еще апы для того, чтобы вы могли отследить, как часто у вас приливы, это достаточно полезная информация для вашего лечащего врача или просто вы можете посмотреть тенденцию. теперь мы поговорим о весе насчет нашего веса. Вес, как вы уже поняли, влияет на наши гормоны и для того, чтобы оставаться в хорошей форме, нужно двигаться много, нужно не переедать, нужно отдавать предпочтение здоровой пище, избегать токсинов, нужно минимизировать количество сахара в рационе простых углеводов. В принципе, достаточно простые советы, которые могут помочь. Для кого-то это может быть интервальное голодание, хотя если у вас есть в жизни много-много стресса, я не рекомендую делать интервальное голодание, так как это повышает кортизол. И это может ухудшить ваши симптомы. Все очень индивидуально. Лишний вес может быть не только связан с неправильными привычками, то есть это может идти рука об руку с какой-то хронической болезнью, которая у вас есть. Самое лучшее, что вы можете сделать, это проконсультироваться с нутрициологом, чтобы он выбрал, подобрал для вас лучшую терапию и назначил протокол, которому вы можете следовать и который бы вам помогал. Чтобы поддержать пути детоксификации наших гормонов, я рекомендую естественно исключить все токсины, также алкоголь и курение одни из самых известных токсинов, желательно употреблять органическую еду и добавлять такие овощи, как брокколи, брюссельскую капусту, потому что в них содержится сольфорофейн, очень-очень мощный противораковый компонент. То есть 4-5 кружек cruciferous vegetables, как они называются по-английски, рекомендуется съедать, чтобы защищать себя от рака груди и яичника. Также я предлагаю для вас скидку, если вам актуально и вы решили попробовать какие-то сапплементы от компании BioCam, 15-процентная скидка и Natural Dispensary. Также вы можете заказывать там для себя с этой скидкой мультивитамины. Обращу ваше внимание, что комплексы, как правило, безопасны, их можно пробовать без консультации. Все, что как single ingredient, нуждается в детальном изучении и там можно себе навредить. Поэтому будьте внимательны, не пробуйте все подряд, все-таки лучше проконсультироваться со специалистом и тогда вы себе не навредите. Ну и конечно же помните о том, что менопауза это натуральный, скажем, обычный период жизни в женщины и это не болезнь, можно наслаждаться при правильном подходе, при нормализации питания, образа жизни, защитить себя от рака, сделать этот датч-тест и спать спокойно, зная, что у вас все хорошо. На этом моя презентация сегодня заканчивается. Я надеюсь, что вам эта информация была полезна. Если остались какие-то вопросы, вы можете писать мне на сайт клиники или записаться ко мне на консультацию. Я с удовольствием вам помогу и расскажу. составлю для вас нужные протоколы. Мы можем поговорить о вашем датч-тест, сделать его. Обращайтесь, буду рада вам помочь. на этом я заканчиваю эту презентацию и желаю вам оставаться здоровыми и наслаждаться не на паузе. датч-тест...